Всем привет! В эфире Универ Ньюз. В студии я, Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. В лаборатории КФУ посетили члены Международного научного совета. Названы имена победителей конкурса «Айдана ТНВ». В шоу-руме КФУ состоялся мастер-класс журналиста Андрея Першина. В лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета посетили члены Международного научного совета. Подробности узнаете в сюжете Анны Глазуновой. Казанский федеральный университет посетили члены Международного научного совета КФУ в составе шести человек. Они прибыли из Франции, Швейцарии и Австрии с целью участия в пятом очном заседании. Заместитель директора по научной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Рашад Файзуллин провел экскурсию для делегации. Был показан центр симуляционного и имитационного обучения. Гостям рассказали о том, как готовят врачей будущего. На роботах-симуляторах, тренажерах и манекенах студенты отрабатывают свои навыки. Гости побывали и в здании 1840 года бывшем военном госпитале. Попытник КФУ, профессор Страсбургского университета Марат Юсупов отметил, что после ремонта удалось сохранить и колорит зданий, создать хорошую площадку для обучения студентов медицинского направления. Очень логично. Построен весь сюжет от больничной койки до вершин науки. Поэтапно можно обучать людей от фундаментальной науки, прикладной науки. Удивительно для меня то, что показали, как эксперименты делаются на животных, а потом уже только к человеку допускают студентов. Была продемонстрирована российско-французско-ассоциированная лаборатория нейробиологии развития, учебно-научный центр экспериментальной медицины ВЭТЛАП. Показаны операционные, где проходят эксперименты на животных и многое другое. Гости своими глазами увидели и оценили изменения, которые произошли в университете. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильша Томинов назвал имена победителей конкурса «Айдана ТНВ». Все подробности в следующем сюжете. Телеканал «Новый век» завершил конкурс на целевое обучение журналистов. Всего на конкурс поступила 41 работа. В результате определились трое победителей. Обладателями гранта стали выпускницы из Арского, Лениногорского и Ознакаевского районов Татарстана. На торжественном подведении итогов они получили дипломы из рук генерального директора ТНВ Ильша Томинова. С победительницами будет заключен контракт на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Однако для этого выпускницам нужно будет набрать установленный минимальный порог по проходным баллам. Наверное, я буду радоваться завтра или когда-нибудь еще, но не сегодня, потому что сегодня это неожиданно. Мне кажется, что это сон. Я не верю в это. Я не думала, что то, что я буду смотреть по телевизору, это станет реальностью. И вот сегодня я окажусь здесь. Переживали, конечно. Я вообще не надеялась. Отправила в последний день все. Но вот так получилась. Наверное, это судьба. Все-таки нужно было, чтобы я была здесь. В завершении мероприятия генеральный директор ТНВ Ильша Томинов анонсировал, что телеканал в скором времени запустит следующую часть этого проекта и начнет набирать будущих абитуриентов уже на следующий год обучения. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Ученые КФУ разрабатывают метод терапии рака. Для лечения применяются стволовые клетки. Как они борются с заболеванием, мы расскажем в нашем сюжете. Ученые Казанского федерального университета разрабатывают метод терапии рака с использованием модифицированных стволовых клеток. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Проект поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Подход показал эффективность уничтожения клеток нейробластомы. Поражение одной из частей нервной системы, отвечающей за работу внутренних органов. И меланомы, опухоли на коже и иногда сетчатки глаза и слизистых оболочек. Стволовые клетки участвуют в росте кровеносных сосудов, которые питают опухоль. Отдельные элементы метода развиваются по всему миру. Мы комбинируем. Мы и запускаем процесс самоуничтожения в опухолевых клетках, и стимулируем иммунную систему на то, чтобы она начала узнавать эти опухолевые клетки, и используем естественную способность стволовых клеток организма, как ракета с самонаведением, находить даже самые мельчайшие очаги метастаза опухоли и доставлять наш боезаряд в эти очаги. Из-за способности стволовых клеток проникать в опухоль открывается возможность изменить их и направить в пораженные области. Мы, в общем-то, как программисты, отчасти переписываем генетический код клетки. То есть у клетки есть геном, это жесткий диск, условно говоря, а мы можем вставить дискетку с дополнительной генетической программой и изменить работу генетического аппарата клетки таким образом, чтобы она сама производила нужные лекарственные препараты. Подход показал свою эффективность в лабораторных условиях. Следующим этапом будет уже расшифровка более глубокая молекулярных механизмов вот этой вот противоопухолевой активности. Ведь мы исследуем не влияние только одного фактора, а сразу нескольких факторов. А значит, это потребует и более серьезного анализа на молекулярном уровне. В 2020 году авторы работы планируют протестировать препарат на лабораторных животных. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Арсений Каримов, Универньюз. В шоу-руме Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ состоялся мастер-класс выдающегося российского журналиста Андрея Першина. Подробности в сюжете Алсу Сатарвой. 16 мая на встречу с преподавателями и студентами КФУ из Москвы приехал Андрей Першин, заместитель генерального директора российской газеты. Он является выпускником журфака МГУ, российским журналистом и специалистом в области пиар и рекламы. Рассказал студентам о плюсах и минусах профессии, а также дал советы на будущее. В современной журналистике очень важно найти то место, которое будет не только по душе, но и которое будет соответствовать уровню квалификации профессиональной, творческой, ну и общему, так сказать, бэкграунду. Также на встрече журналисту задали вопрос о недавно вышедшем шуточном видеоролике на YouTube-канале «Универ ТВ» про робота, который исследует женскую грудь, а конкретнее о том, почему российская газета в своем издании выкладывает непроверенные факты. Кстати, сказать, вот я об этом не знал, но я приеду в Москву, перед руководством газеты поставлю вопрос о том, чтобы человека, который поставил это на сайт, наказали. Встреча закончилась рассказом журналиста о получении ордена за личное мужество в исполнении служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни, а также вопросами слушателей. Алсу Саттарова, Ленардо Влитьяров, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете отметят Международный день музеев. В его рамках запланированы концерты, лекции, экскурсии и множество других мероприятий. О них мы расскажем в следующем сюжете. 17 и 18 мая Музеи Казанского федерального университета готовят большую бесплатную праздничную программу, посвященную Международному дню музеев. Программа включает в себя большое количество разноплановых мероприятий. В первую очередь это открытие хорового фестиваля, сотворение. Инициаторами его проведения является хор выпускников Казанского университета «Гармония». Со всей страны приедут 12 хоров, они будут выступать в Музее истории и в Императорском зале. В первый день праздника, 17 мая, в Музее истории Казанского университета стартует квест-экспедиция. В 14 часов распахнет двери для всех желающих музей-лаборатория Завойского. Здесь состоится экскурсия и услышит весь мир. Во время нее можно будет увидеть приемники и передатчики Великой Отечественной войны, услышать голос, объявивший о ее начале. Сотрудники этнографического музея в 13 часов ждут тех, кто хочет познакомиться с жизнью народа в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Океане на экскурсии «Калейдоскоп культур». А в 16 часов здесь начнется экскурсия «Мой дом Татарстан». Часом ранее в Музее имени Лобачевского будет открыта выставка к 90-летию со дня рождения Альфреда Халикова. Идея проведения выставки, посвященная Альфреду Хасановичу Халикову, принадлежит члену-корреспонденту Академии наук и доктору исторических наук Сидикову Айрату Габидовичу. Именно Институт археологии, возглавляемый им, стал одним из основных партнеров при подготовке этого выставочного проекта. Мы здесь увидим те музейные предметы, которые были отреставрированы специально для этой выставки. Эти и многие другие мероприятия можно будет посетить 17 и 18 мая абсолютно бесплатно. Напомним, что вход в музей и университет в эти дни свободен для всех. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе свежих новостей. Еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok